Остров Змеиный снова под украинским флагом. Об этом стало известно 4 июля от спикера Сил обороны Украины Юг Натальи Гуменюк. Вследствие так называемого «жеста доброй воли», которым российские пропагандисты завуалировали своё поражение, остров вернулся под украинскую юрисдикцию. Вывод украинских войск из Лисичанска прошёл без потерь, несмотря на превосходство сил российской армии в 10 раз, сообщил глава военной администрации области Сергей Гайдай. При этом оккупировать всю Луганскую область у России не вышло. Бои продолжаются в районе Белогоровки. Украинская группировка, которая там была, могла держать оборону ещё неделю, две-три. Но какой ценой? Мы бы наносили меньше урона российской армии и больше бы страдали от обстрелов. И парни бы гибли. А результата значительного не было бы. Это был бы второй Мариуполь. Только мини-Мариуполь. Основная цель отвода украинских военнослужащих из Лисичанска – сохранить жизни. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, ВСУ ещё вернутся. Мы вернёмся благодаря нашей тактике и наращиванию поставок современного оружия. Украина ничего не отдаёт. В Донецкой области российские войска проводят перегруппировку в направлении Славянск-Краматорск. В этом районе противник продолжает массированные обстрелы населённых пунктов, подконтрольных Украине. По данным Генерального штаба ВСУ, в направлении Краматорска противник форсировал реку Северский Донец. На Донецком направлении основные усилия группировки противника сосредоточены на постепенном вытеснении сил обороны на рубеж Северск-Фёдоровка-Бахмут. За сутки, 4 июля, на Донецком и Луганском направлениях военнослужащие объединённых сил отразили 14 атак российской армии. По предварительным данным, в ранее оккупированном Снежном Донецкой области удалось уничтожить один из наибольших складов боеприпасов российских оккупантов. Это может значительно отразиться на снабжении российской группировки на Донбассе. Пока что официального подтверждения от Генштаба нет. В оккупированном Мелитополе Запорожской области вооружённые силы Украины уничтожили военную базу российской армии на территории аэродрома, сообщил мэр Мелитополя Иван Фёдоров. В Николаевской области российская армия пытается переместить резервы для восстановления уже утраченных позиций в районах населённых пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Креница. Об успешном контрнаступлении украинской армии и в Запорожской области сообщает спикер оперативного командования ЮГ. Тут ВСУ используют американские артиллерийские системы Хаймерс. Российские военные по-прежнему контролируют Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Это элемент ядерного шантажа, причём, как я говорил, не только Украины, а всего цивилизованного мира. На станции действительно непонятно, что происходит, и это в любой момент в теории может привести к серьёзной катастрофе. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. В интервью РБК Украина. ВСУ продвигается и в направлении оккупированного Херсона. По данным издания The Economist, украинские войска уже в нескольких километрах от пригорода областного центра. Чтобы оказывать сопротивление, российские войска пытаются подвести и закрепить военную технику, сообщил спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук. Также вооружёнными силами Украины проведена успешная контратака на юге от Кривого Рога, сообщают местные власти. Пока что российская армия может относительно удачно продвигаться исключительно на двух направлениях. Темпы и силы для полномасштабного наступления уже утеряны, заявил начальник главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, значительный успех на фронте украинская армия сможет продемонстрировать к концу лета. По мнению Кирилла Буданова, победа в войне для Украины – это выход на границы 1991 года, без каких-либо территориальных компромиссов. Юлия Безбородько. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала ЮАЙ.